Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Процент штатов вместо 90, чтобы пострадавший от коронавируса бизнес мог платить УСН по льготным ставкам 1,5%. Законопроект должны принять на этой неделе во втором чтении на пленарном заседании ЗАГС Собрания, которое, кстати, в этот раз не будет проходить в заочном режиме, несмотря на ухудшение обстановки с коронавирусом. Программа Экономика. Общепиту, гостиницам и ряду других организаций дадут деньги на дезинфицирующие средства. Это разовые субсидии за счет федерального бюджета. 15 тысяч рублей плюс 6,5 на каждого работника, по данным пенсионного фонда, за май. Деньги могут получить предприниматели, ведущие деятельность в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО, которые попадут в специальный реестр налоговый. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо до 15 августа подать заявление в налоговую. По предварительным данным, в Кировской области воспользоваться поддержкой смогут более 5 тысяч предпринимателей. Экономика. На 101 АФМ. Инфляция в Кировской области превысила 3,2%. Это цифра с начала года. В июне цены на товары и услуги, по сведениям Кировстата, увеличились на 0,7%. Продукты за месяц стали дороже на 1%. Заметно подорожали картофель и яблоки более чем на 20%, морковь на 10%. Подешевели на треть лимон и на четверть помидоры на 20% огурцы. Немного подорожали крупы, рис и гречи на 3,5%. Рост цен на непродовольственные товары за месяц 0,6%. Стоимость услуг 0,4%. По оценкам ЦБ, к концу года инфляция должна составить 3,8% или 4,8%. Завершение валютах. Доллар сегодня 71,13 рубля, евро 80,62. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.